А вот как проходит голосование в Дзержинском районе на участковой избирательной комиссии номер 412, нам расскажет Алена Пузына. Она сегодня весь день там работала. Алена, вам слово. Здравствуйте, мы сейчас находимся в Дзержинском районе. Мы узнаем с вами о ходе голосования в Дзержинском одномонатном округе номер 13. Об этом нам расскажет председатель участковой избирательной комиссии номер 412 Зайцева Инна Александровна. Инна Александровна, добрый день. Расскажите о том, как начался день на вашем участке. Сколько на данный момент уже проголосовало людей? Началась работа спокойно. Все члены участковой комиссии пришли вовремя. В 8 часов открыл свой участок. На нашем участке присутствуют наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса от партий, таких как Единая Россия, КПР, ФЛДПР. На данный момент проголосовало уже более 300 избирателей. Выборы проходят спокойно. В спокойной, дружелюбной, я бы сказала, обстановке. А расскажите, были ли сегодня какие-нибудь инциденты, что пришлось вызывать, допустим, сотрудников полиции, либо у вас все проходит гладко, без происшествий? У нас, слава Богу, все гладко и без происшествий. Ну, не буду загадывать, выборы еще не закончились до 20.00. Надеюсь, и так же проведем до конца. А расскажите нашим телезрителям, вот граждане, которые приходят к вам голосовать, за что они приходят голосовать? Ну, я думаю, наверное, за хорошую жизнь, за здоровье свое, за веру в то, что мы все-таки будем когда-то жить хорошо. А мы сейчас с вами узнаем и проведем опрос граждан, которые приходят на этот избирательный участок, чтобы проголосовать, за что же все-таки они идут голосовать? Дополнительные выборы депутатов городской и областной думы. Выборы будущего. За что вы пришли голосовать? Ну, как? Может, какие-нибудь перемены в нашем районе будут? Например, дороги отремонтированы. Да, дороги будут ремонтироваться, еще что-то. Школы фирмонсироваться будут лучше, садики. Почему бы и нет? Ну, да. Надеемся. Было хотелось изменить ситуацию вокруг района, то есть в лучшую сторону. То есть как бы надоело вот это, ну, как разруха, ни дорог, ничего нормального нет. Ну, то есть пришли с надеждой на лучшее. Ну, думаю, что это к лучшему. Я не должна быть все. Да. А что вы хотите, чтобы улучшилось? Ну, если касается Ангарского, то хочу, чтобы хотя бы дороги, пешеходные, вот, отмосточки были сделаны. Ну, собрешен был. А то у нас здесь как свалка, а не мусорка. Ну, еще очень много проблем. За все хорошее. За все. Спасибо. За все получи. Дорогу делают, может, сделают нашу, римского-корского. Я хочу, чтобы общая обстановка в городе наладилась, а потом, как бы, зарплаты повысились, система образования улучшилась, а потом медицина на должный уровень перешла. Ну, в общем, общее состояние города, чтобы город преобразился, чтобы больше, как говорится, в городе было мест, в которые можно пойти и погулять с детьми. Ну, чтобы хуже не было, и чтобы медицина была почище, получше. Вот и все. Остальное все нас устраивает. Я тоже за медицину. Да, я хочу, чтобы в нашем городе была чистота и порядок, хорошие дороги, медицина и образование. Ну, конечно, чтобы красиво у нас было. Я жила на углу, здесь у нас без конца тряска, дом уже, как говорится, трещин дает, покоя никакого нет. А сейчас особенно большие машины ходят в связи со стройкой. И хотелось, конечно, чтобы был устроен у нас. Потому что раньше такого не было, а сейчас вообще все развалено. Чтобы было у нас красиво в нашем районе. Улучшить жизнь детей, наверное, социобеспечение, какие-то другие социальные поддержки для семьи, для детей, для школы, особенно для нашей, для маленькой и старой. 13 сентября 2015 года. Единый день голосования. Дополнительные выборы депутатов городской и областной думы. Выборы будущего. Надеемся, что эти слова станут руководством к действию для будущих депутатов, которых сегодня избирают. Я напомню, что выборы проходят 19 муниципальных районов, органы местного самоуправления. Также избирают депутата Волгоградской областной думы по Городищенскому избирательному округу номер 5. Также избирают депутата Волгоградской городской думы по Красноармейскому избирательному округу номер 24. А также по Дзержинскому избирательному округу номер 13. И как раз из Дзержинского района с участковой избирательной комиссией номер 404 мы подготовили наш следующий репортаж. Участок номер 404, Дзержинский район. Выборы здесь проходят в штатном режиме. Основной поток голосующих ожидает ближе к вечеру. Район Качи и Новодвинской достаточно возрастной, поэтому на дом с ящиками передастными для голосования поехали две комиссии. И там порядка 60 человек будет голосовать на дому. 70 человек проголосовали досрочно. И на два часа проголосовавших у нас 152 человека. Все в порядке, все хорошо, наблюдатели на месте. По Дзержинскому району в выборах участвовали пять кандидатов. Некоторые из них сегодня побывали на избирательных участках, чтобы оценить ход голосования. Они просто смотрели за порядком голосования и в общем были удовлетворены. Многие волгоградцы приходили голосовать целыми семьями вместе с детьми. Причем именно им поручали бросать бюллетени в прозрачные урны. Мы проголосовали, чтобы у нас был порядок, чтобы в России было больше внимания уделяли пожилым, основным ветеранам, которых у нас уже очень мало осталось, пожилым людям труда, чтобы был порядок, чтобы у нас город был самый лучший. Поэтому мы голосуем за наших депутатов. Как выборы мы всегда ходим голосовать, потому что надо выполнить свой гражданский долг. Надо делать выбор, чтобы было будущее. Надо свою волю изъявлять. Процессом выборов остались довольны, все в порядке на участке. Да, да. А это 403-й участок. В течение всего дня голосования здесь присутствуют наблюдатели. Выборы проходят в штатном режиме, без эксцессов, по плану. Люди подходят по плану, голосуют. Ну, хотелось бы, конечно, побольше, но, видимо, просто к выходному, к концу выходного дня, наверное, подтянутся еще. А так все идет по плану, все в режиме. Выезд осуществляем мы сейчас. Группа уехала второй раз на выезд. Люди, которые больные. Это к 12 человек, к 12 избирателям. И при этом выезжала к 23 избирателям. Значит, приехали, привезли документы, все стоит, все на месте, все. Досрочно проголосовало на участке 87 человек. Пришли голосовать с сыном. Сын тоже активную позицию заявил, очень хотел на выборы прийти. Нужно проявлять свой выбор, нужно как-то участвовать в жизни города. Мне мама заявила на выборы, потому что я люблю ходить на выборы. 13 сентября 2015 года. Единый день голосования. Дополнительные выборы депутатов, городской и областной думы. Выборы будущего. Ну вот, как мы видим, даже маленькие детки приходят на выборы вместе с родителями. Таким образом растим подрастающее поколение, которые действительно будут активными избирателями. Это не может не радовать. Тоже хочется порадоваться и особо отметить, что в этом году выборы проходят без каких-либо нарушений. Всего лишь несколько нарушений было подано, но, как отметил председатель избирательной комиссии Волгоградской области Геннадий Сахиулович Шайхулин, они не несут в себе опасности о том, что выборы могут признать несостоявшимися или как-то эти нарушения могут повлиять на конечную явку. А вот о том, как проходят выборы в Красноармейском районе, узнаем из нашего следующего сюжета. Владимир Андреев уверен, что приходить на избирательный участок – гражданский долг каждого человека. Игнорировать выборы, говорит молодой человек, может и удобно. Но чтобы своим мнением считались, каждый должен прийти и проголосовать. У меня семья, дети ходят в школы, также ходят в детские сады. Ну, сейчас уже обе пошли в школу. В общем, ну, выборы необходимы. Стараюсь всегда ходить. На избирательном участке 652, который располагается в Красноармейском районе, голосование идет полным ходом. Отрадно отмечают в участковой избирательной комиссии, что выразить свою гражданскую позицию сюда спешат не только люди старшего поколения, но и представители молодежи. Тихо, спокойно, полицейские на месте, пожарники на месте, все хорошо. Люди идут, это радует. Думали, что будет меньше. Многолюдный на соседнем участке 651, который расположился в районном ДК. Если мы будем свою гражданскую позицию выражать, то, наверное, что-то, я думаю, что к лучшему все изменится. Мы считаем своим долгом обязательно прийти нужно, потому что мы люди старой закалки. Затем, как соблюдается дисциплина на участках, следят наблюдатели от различных партий. Пока обходится без нарушений, констатирует на участке 652. Если, в общем сказать, внешне так, нормально, более-менее, да, так, ну, остальное подсчет покажет. В единый день голосования в Красноармейском районе Волгограда открылись 14 избиральных участков. Здесь голосуют за кандидатов депутаты в Волгоградскую городскую думу. Свободный мандат появился после перехода в региональный парламент Дмитрия Калашникова. Руководитель территориальной избирательной комиссии отмечает, что пока выборный процесс в районе идет без нарушений. На участках все спокойно, жалоб, заявлений на нарушение законодательства нет. Выборы локальные, проходят только в пределах одного округа, конечно, сравнивать их с выборами полномасштабными нельзя. Немного низкий процент, но ожидаемый. Ждем, что люди будут приходить голосовать позже. 13 сентября 2015 года. Единый день голосования. Дополнительные выборы депутатов городской и областной думы. Выборы будущего.